Спасительные уколы. В набережных Челнах стартовала прививочная кампания против гриппа. В поликлинике города поступила первая партия из 17 тысяч доз вакцины. Использовать их в медучреждениях планируют в течение двух недель. Съемочная группа программы Челны-24 побывала в одной из поликлиник и узнала, охотно ли челнинцы идут на прививки. Осень. Самое время защититься от гриппа. В этом уверен главный врач поликлиники номер 6 Нияс Музагитов. Он на собственном примере показывает важность вакцинации. Я ежегодно делаю прививку от гриппа. Все наши сотрудники точно так же проходят, потому что мы имеем повышенный контакт сезонный с больными пациентами. Сделать вакцину от гриппа могут не только медработники, но и все желающие. Несмотря на то, что кампания только стартовала, в поликлинике номер 6 выстроилась очередь. Всего в Челнах планируется привить 45% населения. В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями, дети – пожилые. Уже возраст такой, что не болит. Поэтому я в прошлом году не заболел. И вообще организм чувствует себя нормально. Каждый год я всегда прохожу грипп-прививки. Потому что уезжаем, мы работаем на севере, уезжаем на два месяца. То бишь без этого ну никак. Надо подготовиться, прежде чем ехать куда-то. Врачи используют препараты отечественного производства – Савигрип и Ультрикс. Каждый год прививки отличаются своим составом. Из-за того, что грипп мутирует, штаммы вируса меняются. Полный иммунитет наступает через три недели и действует в течение одного года. По словам врачей, привитый пациент гриппом не болеет, но может заразиться ОРВИ или ОРЗЕ, но перенести их в более легкой форме. Что касается гриппа, то он опасен именно своими осложнениями и последствиями. Это пневмония, это менингит, это может быть острая дыхательная недостаточность. И температура достигает 39-40 градусов. То есть человек полностью выключается на неделю, может быть, две, и заработает. Прививочная кампания продлится до конца октября. По прогнозам врачей, пик заболеваемости придется на начало ноября. Сделать прививку в это время будет сложнее. Вакцинировать можно только полностью здоровых пациентов. Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.